Всем привет, дорогие друзья! Доброго солнечного утра! Сегодня мы отправляемся в город Дубр, который находится на южном побережье Англии и на котором находятся невиданные красоты белоснежные скалы. Сейчас мы направляемся на вокзал, сядем в поезд и нас снова ждет прекрасный день. Дубр это старинный портовый город, настолько старинный, что Виктор Цой спел бы о нем городу 2000 лет. Он находится в графстве Кент на самом юге Англии. Удивительно, но с его берегов видно Францию. И этим, кстати, активно пользуются местные жители, чтобы предсказать погоду. Они говорят, что если вы видите Францию, то скоро пойдет дождь. Если вы ее не видите, значит он уже пошел. Кстати, именно из-за близости к континенту здесь проходится всемирно известный заплыв через Ла-Манш. Дубр даже присваивает титул короля и королевы канала. Так, например, королева Ла-Манша Эльсон Стритер переплывала Ла-Манш 43 раза с личным рекордом 8 часов 48 минут в одну сторону. Дубр – небольшой, но очень уютный город. Здесь живет всего около 39 тысяч человек. И сегодня на его улицах протекает обычная, спокойная, размеренная жизнь. Но так было не всегда. Здесь слитые 2000-летние истории, еще с эпохи вторжения римлян, соседствуются с средневековыми памятниками. А магия древности сочетается с римлизмом Второй мировой войны. Главная достопримечательность в этих местах – это Дубрский замок, один из самых крупных в Англии. Когда смотрю на его мощные, суровые стены, в этом не остается никаких сомнений. Хотите посмотреть, как там внутри? Этому замку тысяча лет. За всю историю своего существования он выдержал множество осадов, множество хозяев. Его постоянно укрепляли, переделывали, расширяли. И по его внутреннему убранству можно представить, как же давным-давно жили великие английские короли. Как они восседали на своих высоких тронах. Исходя из интерьеров, видно, что короли были не прочь сыграть в нарды, партеечку другую. А это палати королевские, и габариты их вызывают вопрос. Неужто короли были так невелики ростом? Но оказывается, они просто спали сидя, положив под спину подушки. А некоторые особые вовсе ночевали в специальных спальных шкафах. Есть разные версии, почему они так делали. По одной версии считалось, что полезно, когда кровь не приливает к голове. По другой, так было проще реагировать на внезапное вторжение врагов. А по третьей, полусидя, было легче переваривать тяжелую еду, которую отдавали предпочтение. Вообще, еда средневековых монархов – это моя любимая тема. Напишите в комментариях, интересно ли вам это. В качестве затравки, вот вам пример карательной кулинарии, пирог-звездочеты. Прикольная вещь – симулятор коня. Там такой деревянный стоит конь со сбруей. И рядышком военная одежа в виде кольчуги. А это, кстати, женская спальня. И здесь, судя по всему, пока король вечерами рубился в нарды, его благоверное предавалось другой средневековой страсти и хмурило лоб над шахматами. И, конечно, в замке есть богатый зал для торжественного пира и всяческих увеселений. Неподалеку от зала для пиршеств предусмотрительно расположены удобства с маленьким романтичным окошечком. Вот, естественные прикрасы тут у нас. В самой высокой башне замка есть отличный контрольный пункт. И отсюда можно было наблюдать за всей пролегающей территорией на 360 градусов. Отсюда можно было рассмотреть, не надвигается ли из-за горизонта корабль не друга, аль друга. И вообще, все ли хорошо и все ли спокойно в самом городе. И здесь домик Констебле находится. И мне понравилась вот такая деталь. Эти ступеньки нужны здесь для того, чтобы было удобнее забираться на лошадь. Чтобы никто не подсаживал, ни самому не мучиться. Вот так сбираешься и без проблем садишься на коня. У нас тут немножко вредный перекус. Я образовался гражданин. Гражданин. Хорошо. Вот это бросил. Неподалеку от замка вы можете встретить самое старое здание во всей Великобритании. Дело в том, что город Дувр основали древние римляне. И еще две тысячи лет назад они распознали в нем стратегически важное место. Они решили в первом веке построить здесь крепость и маяк. И тем самым обозначить кратчайший морской путь с континента на остров. Вот этот самый старенький маяк. Перенесемся в средневековье в 20 век. Замок сыграл огромную роль в Первой и Второй мировой войне. Дело в том, что в толще скал, прямо под замком, прямо под нашими ногами, есть целая сеть подземных ходов и тоннелей. И во время Второй мировой войны в них было оборудовано бомбоубежище, также командный центр и госпиталь. Мы можем посмотреть, как выглядела сигнальная станция, в которой раньше работали военные телеграфисты. Думар, кстати, это очень популярное место для уикенда, и сюда очень часто семьи приезжают вместе с детьми. Интересно наблюдать, как дети находят в себе развлечение, исходя из сложившихся условий. Замечательное место. Здесь столько есть разных входов и выходов, где можно полазить, все потрогать. Смотрите, еще одно укрепление. Можно было отсюда стрелять. Сзади раздаются выстрелы. Я в опасности. Так, а это у нас пороховая башня XIX века. Как здесь пишется, здесь хранилось небольшое количество пороха для незамедлительного использования. Наши соотечественники отметились. Видите, здесь были Антон, Паша и Леха в 2004 году. Тут молодцы, конечно, Антон, Паша и Леха. Давайте проследуем за чайочкой. А вот те самые меловые скалы, которым Англия обязана названием Альбион. Альбус означает белый. Их воспевали многие английские писатели и поэты. И для многих моряков дуврские белые скалы служили символом приближения к берегам Англии. А сейчас минутка занимательной геологии. Когда-то британские острова были частью Европы. И они были одним континентом. 70 миллионов лет назад место, где мы сейчас идем, было погружено под море. И скалы, которые мы видим, были его дном. И на нем скапливались скелеты древних морских обитателей, разные губки, планктон и ил. Они скапливались по полмиллиметра в год. Представляете, полмиллиметра. И за много миллионов лет образовались вот такие гигантские меловые толщи по полкилометра. Земля менялась, происходили тектонические движения. И вскоре эта часть земли поднялась над морем. И затем была отсоединена проливом от территории современной Франции. А-а-а-а, как красиво! Боже мой! Ты посмотри, посмотри. Короче, мы сейчас с тобой сядем на навочку и больше никуда не пойдем. Господи, как страшно! Какой кошмар! Ну что, друзья, на этом наша прогулка подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это всегда очень приятно и очень мотивирует. Я желаю вам отличного настроения, прекрасного дня. Будьте здоровы! И увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока!